У нас уже утро. Я достала свой йогурт, который я оставила на ночь в мультиварке. У меня 8 часов, но я добавила до 10 часов. И посмотрите, сегодня я делала на закваске, и, конечно, на закваске он получился более такой настоящий. Сейчас возьму ложку и вам покажу. То есть и на йогурте получается замечательный есть рецепт. Посмотрите, вы мне спрашивали про эти корзиночки. Уже много-много раз несколько человек спрашивали. Я уже рассказывала, мы покупали в Икеа. Икеа, кто как называет. Кстати, нужно мне будет туда как-нибудь добраться. Уже давно мы там не были. Нужно для дома кое-что купить. И для Баркарес тоже нужно купить. Да, мне очень удобно, потому что все по-другой. Вилки, ложки. Единственное, сейчас бы я купила металлические. Потому что если ложки, вдруг у вас и вилки, они такие... Так она держит у нас уже сколько лет, в принципе. Но пластик, он немного все-таки как перегибается, или как можно сказать. У них продают точно такие же из металла. Очень красивые корзиночки. Поэтому я бы сейчас подороже заплатила, купила из металла. В принципе, для казарины нормально. И, конечно, эта штучка не для минималистов, у которых все должно быть спрятано в шкафчиках. Вы, может быть, правы, меньше пыли. Но я так постоянно на кухне, мне все под рукой должно быть. Давайте посмотрим. Такой йогурт у нас получается на органической закваске. Конечно, лучше. И теперь, как вы многие мне написали, оставляешь одну баночку и постоянно с ней делаешь на сколько там раз? Я думаю, раза на три. Потом уже нужно снова будет закваску добавлять. А что я сделала? Я же не истратила всю закваску, которая дорогая. Я истратила только один пакетик на один литр и добавила еще чуть-чуть греческого йогурта. Вот такая экономная хозяйка. И теперь постоянно могу делать несколько недель. Попробуйте обязательно. Я уже сняла видео сегодня утром для второго канала. Организация моего холодильника. Как я храню продукты, небольшие мои лайфхаки. Поэтому видео уже, скорее всего, вышло на канале или выйдет. И по вашим просьбам я записываю рецепт горчицы с яблочным уксусом и с медом. С различными травами. Замечательный рецепт. Просто обалденный. Делюсь секретиками французов. Поэтому также рецепт уже очень скоро. На канале Худеем по-французски. Сыли на Франц. Не пропустите. А у нас вдруг яркое-прияркое солнце. И нужно идти погулять. И, может быть, все-таки сходить за масками. Ну, что-то не хочется мне идти за масками. Но надо. Как здесь поживает наша лаванда? Все уже начало расцветать тоже. Это я возле школы Владислава. У нас ветер. Я пошла в магазин. Дойду. И потом попробую все-таки сходить за масками. Но посмотрю, сколько народу. И открыто ли сегодня. Маски у нас в одном из зал. Зал такой специальный. Где проводят различные. Да, вы там с нами были. Когда мы жандарма провожали. Одного на пенсию. И другой уезжал из нашей жандармерии. Они там праздник устраивали. Это специальный зал. Который находится возле нашего бассейна. Вы меня спрашивали. Пока вам показываю здесь природу. Вы меня спрашивали. Бассейн есть? Да, у нас есть открытый бассейн. Не зимний, а открытый. Ой, простой, что-то ветер. Сейчас микрофон. Может быть, как-то надо. И в этом году я не знаю, открытый бассейн будет работать или нет. Так что пойду. Достаточно далеко. Пешком идти. Но зато можно прогуляться. И ветер прохладный. Ну, хорошо, что ветер прохладный. Или бы было 30 градусов, наверное. Я вернулась домой. Снова я не дошла до маска. Мне даже смешно уже второй день. Лена идет за масками. Потому что увидела, что в магазине не очень много народу. И решила зайти. Так как купила свежие продукты. Сегодня пятница. И Владислав сказал, мама, не нарушай, пожалуйста, традиции. Купи мне мою любимую пиццу. Александр позвонил. Он сказал, нет, мне нужно твою пиццу. Так что мне еще нужно стряпать мою сейчас пиццу. А это любимая Владислава. Говорит, я сегодня вечером у меня встреча виртуальная с друзьями. Мы будем есть пиццу. Поэтому я купила пиццу замороженную. И нужно было возвращаться домой. В магазине было народу. Но в магазине, как всегда, никто уже ничего не соблюдает. В масках есть пару человек. Но так. Что я еще хотела вам показать? Что я купила? А, почему я пошла домой? Потому что я купила мясо. Оно уже в заморозке. И купила вот такие вот сосиски органические. Завтра, может быть, будем делать барбекю. У нас же есть маленькое барбекю. И мы его еще пока не доставали. Потому что был дождь. Когда Александр был на выходных, был дождь. Поэтому я купила вот такие органические сосиски. Они стоят за килограмм 17,85. И это здесь сколько? 363 грамма 6,48. Но зато в них нету никакой химии, нет нитратов, нету консервантов, нету никаких красителей. И они были приготовлены натурально. Кто мне говорит, что не верит, но это ваше дело, не верьте. И купила еще... Не было курицы, хотела большую курицу купить. Вот осталось только филе эскалоп индейки. Хотела вам цену показать, вы меня часто спрашиваете. 15,50 за килограмм индейка, это эскалоп. И здесь 292 грамма, 4,53. Но знаете, если честно, то это даже вот одному мужчине наесться. Потому что курице надо 150 грамм, индейке 150 грамм в готовом виде. Получается, что на двух человек... Ну, примерно на два стейка. Троим не хватит. Но была всего одна упаковочка. Поэтому нужно будет как-то выкручиваться. Вот такие у меня были... А, нет, еще заморозки купила мясо. И поэтому по-быстрому пошла домой. А, да, Александр снова попросил кукурузу. Я вспомнила... Сейчас я ее достану, кстати. Он у меня попросил вечером кукурузу со своим любимым соусом. И знаете, вы меня спрашивали, Кукурузу французские диетологи относят к углеводам, к овощам. К чему относят кукурузу? Кукуруза относится к злаковым на французских ПП меню. И поэтому, вот если на 1200 калорий 100 грамм злаковых в обед за один раз в готовом виде, это 30 грамм в сыром виде, то кукуруза отваренной тоже, в принципе, 100 грамм. Но так как ее нужно почистить, 100 грамм это достаточно. В салатик добавить просто прелесть. Сейчас записала вторую часть видео для канала Худеем по-французски Селена Франц. Кому интересно, как я храню продукты в холодильнике и мои лайфхаки, чтобы продукты сохранялись дольше, обязательно посмотрите. И хотела на этом канале также вам рассказать один лайфхак. Очень много вопросов поступает вот про этот контейнер для сыра. Про него есть отдельное видео на канале Худеем по-французски Селена Франц. Эта марка достаточно известная. Теперь Уэр. Не знаю, как у вас в стране ее называют. Напишите в комментариях, куда ставится ударение у нас. Так, у меня распространением этой марки раньше занималась Даниэль. И потом, конечно, она перестала этим заниматься. И вот у меня контейнер. Посмотрите, он как новый, но ему уже сколько лет? Лет 13. И я его просто обожаю. Вообще пластики я не люблю. Но вот этот контейнер для сыра я просто обожаю, потому что сыр в нем хранится замечательно. Можно хранить сразу разный сыр. Они есть небольшие контейнеры, есть такие большие. Я вам советую, если будете приобретать, приобретать. Большой контейнер моется замечательно. И мне сказали, Лена, когда у кого-то в этом контейнере сыр плохо хранится. У нас хранится замечательно. Ни разу за 15 лет не было ни плесени, ничего. Единственное, что сыр я упаковываю или в пищевую пленку, но еще чаще, я показывала на втором канале, я упаковываю в пекарскую бумагу. В пекарскую бумагу даже лучше. Просто у меня сейчас не оказалось дома пекарской бумаги. Пришлось так. Камамбер я никогда не убираю коробочку, потому что он по-настоящему будет пахнуть и растекаться. Про камамбер вы знаете, что его вообще нужно хранить в вот таком положении, когда вы отрезали или он будет течь. Но в холодильнике не всегда найдешь место, чтобы его так поставить. И лайфхак, который я хотела поделить. Девочки, если у вас даже нет контейнера для сыра, но вы хотите сохранить сыр, не было чтобы запаха, вы любите такие же сыры пахучие, как французы, просто-напросто в этот контейнер можно положить 3 маленьких кусочка сахара. И тогда этот сахар будет впитывать в себя весь сыр. Вот таким лайфхаком я хотела поделиться и на этом канале, но остальные все лайфхаки будут на втором моем канале. Подписывайтесь, я вам очень рада. Купила Александру бананы и забыла кое-что сделать. Помните, у меня на канале тоже есть еще одно видео лайфхаки, есть отдельный плейлист лайфхаки, и я вам рассказывала, чтобы бананы как можно дольше сохранялись, не переспевали и не чернели, нужно вот эту вот штучку, вот сейчас я буду заматывать и вам покажу, замотать или пищевой пленкой, или фольгой. Просто хотела также вам напомнить. И тогда, я не знаю, там что-то с газом связано, я вам уже рассказывала, бананы не будут так быстро чернеть. Вот так все просто, заматываете или фольгой, или пищевой пленкой, и они тогда не переспевают, ну, то есть не будут такие сильно переспелые. Хотя, может быть, у вас быстро съедаются бананы. У нас иногда быстро, а иногда вот как только мужчины мои наедятся бананы, я к бананам совершенно равнодушна. Это единственный мой фрукт, которому я, наверное, совершенно равнодушна, не знаю. Люблю делать свое мороженое, и люблю иногда добавлять выпечку, делать банановый хлеб, вот так вот, как фрукт. Ну, у всех свои вкусы. Хотела еще объяснить про яблочный уксус. Одна из моих подписчиц мне написала, что яблочный уксус похож на какой-то цвет, самогона, мне кажется, или что-то такое, ну, вот такой мутный цвет. Это, знаете, это, наоборот, очень-очень хорошо, потому что я вам говорила, что яблочный уксус, давайте даже сравним, есть яблочный уксус фильтрованный у меня, а этот не фильтрованный, не постерилизованный, самое главное, не разогретый. Я сейчас принесу бутылочку и вам покажу. Это просто замечательно для нашего здоровья. И вы мне сказали, что, Лена, почему ты не делаешь яблочный уксус сама? Во-первых, у меня нет на это достаточно времени. Вы видите, я вот все что-то делаю, делаю, делаю. Мне нужна маленькая часть времени, чтобы отдохнуть. Я просто, если буду еще делать еще больше, то нужно позаботиться немного и о себе. Правильно? Нужно уделить время. И во-вторых, еще объясню, почему я не делаю. Я никогда не пробовала. Может, однажды как с капустой и попробую. Но я покупаю только органические яблоки. Потому что яблоки во Франции обрабатываются химикатами больше, чем любой фрукт. Мы и ходили на поля, и видели, ну прям идут машины с химикатами. Поэтому с яблоками я очень осторожно. Я покупаю только органические яблоки. А органические яблоки стоят, чтобы вот сделать такую бутылку. У меня просто уксус получится, девочки мои дорогие, золотой. У кого есть свой сад-огород, я вам завидую. Однажды, может быть, и у меня будет. И вы можете все делать сами. Ну а я пока предпочитаю купить уксус. Давайте сравним. Вот, посмотрите, вот это самый дешевый уксус, который я нашла, когда мы были в Баркаресе. Я его использую для уборки и чтобы мыть мои овощи и фрукты. Этот уксус, сколько здесь, я сейчас вам скажу, 750 миллилитров, 5%, и он стоит 1 евро или даже меньше 1 евро. Здесь литр, он стоит 7 с чем-то евро. Вот, посмотрите, какая разница. Вот этот фильтрованный и разогретый уксус, то есть яблочный уксус. Цвет, конечно, красивее, похож на коньяк, но вот этот, наверное, в 100 раз полезнее. Поэтому уже выбор за каждым. Но я надеюсь, что я объяснила. Посмотрите, у меня какая радость. У меня, я не знаю, как называется этот цветок, я думала, что это фиалка. Но это не фиалка. Я вставлю фотографию, потому что мне подарили этот цветок в прошлом году на день рождения. Я передаю огромный-преогромный привет тому человеку, кто мне ему подарил. И я думаю, она будет очень довольна. Потому что вообще, когда я покупаю цветущие цветы, они у меня никогда потом второй раз не цвели. Вообще, очень часто, согласитесь, покупаешь в магазине цветочки, но может быть это у меня, какие цветут так красиво, а потом они в доме не цветут. И вот, какое счастье, у меня столько бутончиков. Я сначала их вообще не заметила. Представляете, я их вообще не заметила. И потом смотрю, думаю, что это такое. И вот они уже набирают цвет. Поэтому спасибо огромное, спасибо огромное и огромный-огромный привет из Прованса. Так что цветы продолжают цвести и все будет хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok